Добрый день! Перед началом нового ролика небольшое вступительное слово. На выход последующего видео вы можете повлиять самостоятельно. Как только это видео наберет 2000 просмотров, я сразу же запускаю следующий ролик. А данное вступительное слово будет вырезано из существующего. Ну и так дальше будет кочевать. Огромное спасибо тем, кто репостит понравившееся видео. Они как раз таки влияют, ваши репосты, на скорость выхода новых роликов, на просмотры роликов и так далее и тому подобное. Небольшая благодарность за мой труд. Спасибо большое и не забывайте репостить видео. А если вам нравятся мои видео уроки, вы знаете, что нужно сделать. Снизу еще есть колокольчик. Спасибо! Итак, добрый день! Сегодня мы с вами будем работать с группами. Покажу, какие основные особенности есть при работе с группами и основные ошибки, которые могут возникнуть, когда их чаще всего применяют и так далее и тому подобное. Если вам нравятся мои видео уроки, не забывайте подписываться. И спасибо за репосты понравившихся видео. Так наша аудитория становится все больше и больше. Благодарю! Что мы сделаем теперь? Первоначально я буду отрабатывать навык на применение план первого этажа. У меня присутствует. Я удалил сейчас все лишнее с нашего домика. Чаще всего при работе с группами используют не только отдельные группы семейств, когда их собирают в единое целое, но и целые этажи, а иногда даже дома, строения и прочее. Суть понятия группы – это можно объяснить объединением элементов в единой сборке, которые в дальнейшем можно редактировать, собирать, разбирать, удалять, копировать по уровням и прочее. Чаще всего их используют для основного каркаса наших зданий. Когда есть план типового этажа, план первого этажа, и нужно не перечерчивать и не передублировать все необходимые стены. Вспоминаем, как мы базово это делали. Выделяли стенки наши необходимые, копировали в буфер обмена сверху нажатием один раз левой клавиши мыши, вставить с выравниванием по выбранным уровням, и выбирали соответствующий этаж. И так росло наше здание. А как можно ускорить процесс построения и в дальнейшем применять навыки на практике? На самом деле нужно использовать группу, особенно когда вы используете высотные здания, либо большепролетные здания, чтобы ускорить процесс построения. При этом группу можно будет еще и отдельно комбинировать между основными этажами. В них могут находиться как уже собранные файлы, в том числе и с мебелировкой, с которым мы с вами уже работали. Кстати, дизайн интерьера, скоро вторая часть. И также можно группировать элементы не только стен, а все, что необходимо добавить. Там могут быть элементы декора, и сразу же с расстановленным оборудованием, и прочее, и прочее. Единственное, что инженерные сети нужно будет отсоединять и соединять вручную. Но мы сегодня с вами научимся отсоединять элементы из группы, удалять ненужные элементы из группы и так далее. С чего мы начнем? Для начала перейду на фасад. На самом деле, это не обязательно. Можно было создавать группу через фасад, через план этажа, через трехмерный вид. Тот же самый перейду на трехмерный вид, чтобы никого не смущать. Вот все элементы моего здания. Я сориентирую таким образом, чтобы можно было выделить все элементы абсолютно моего дома, располагающиеся на соответствующем этаже. На первом. Выделяю их. Сверху у меня есть возможность в панели создания. Функция создания группы. Нажимаю один раз левой клавиши мыши на соответствующую функцию. Первоначально мне нужно задать имя группы, с которой я буду в дальнейшем работать. Так как я копирую план моего первого этажа, самое простое назвать по соответствующему этажу. Напоминаю о том, что группу вы можете уже в дальнейшем, навык полученный, использовать на практике как угодно. Можно группировать не только стены, не только этажи, здания целиком. Я называю план первого этажа. Либо первый этаж. Как удобно. Галочку открыть в редакторе группы я не нажимаю, потому что мне пока открывать редактор той же самой группы не нужно. Иначе мы с вами немножко забегать будем вперед. Что я делаю дальше? Нажимаю клавишу ОК. Обращаю внимание, я нахожусь на трехмерном виде. Теперь у меня все элементы моего плана этажа объединены в единую сборку. При нажатии по нему один раз левой клавиши мыши выделяются все элементы, добавленные в группу. И сверху у меня есть возможность редактирования группы, разблокировать ту же самую группу и связь с группой. Если мне нужно разгруппировать мои элементы, я могу нажать функцию разгруппировать, у меня группа разберется. Без проблем. Но для чего тогда мы ее вообще создавали? А то сейчас разберем ее. Теперь рассмотрим на примере. Мою группу я могу скопировать в буфер обмена и вставить с выравниванием по выбранным уровням на следующий уровень. У меня автоматически перенесутся все элементы, добавленные в группу. Абсолютно все. И частично какие-то элементы декора и так далее. Что вы добавляли? В чем основные особенности? Давайте проверим. Перейду на фасад и отредактирую. Удалю группу, добавленную сверху. И отредактирую уровень, что он у меня не 3000 будет, каждый из них, а предположим, давайте 2800. А то 2500 слишком низкий уровень. 5800. Выделяю группу на плане первого этажа. И это первая ошибка, которая может возникнуть. Если у вас разноуровневый объект, разноуровневый объект, при копировании и вставке дополнительного уровня, у него всегда появится смещение на ту сумму, которая была. Рэвид старается сохранять геометрию нашего объекта. У нас расстояние между уровнями 1 и 2 – 3 метра. А между 2 и 3 – 2800. Рассмотрим, на что это повлияет. Выделяю группу. Опять копирую, вставлю с выравниванием по выбранным уровням на уровень последующий. Смотрю на фасаде. На фасаде у меня видно то, что с отступом осуществилась моя группа. Дело в том, что при сохранении геометрии программа будет достраивать до созданной первоначальной, то есть эталонной группой, которая была создана ранее. Вами. Не нужно этому пугаться. Сейчас мы с вами научимся их корректно редактировать, чтобы они распределялись по уровню. Так вот, если я перейду на трехмерный вид, подсвечу группу, и сверху у меня есть возможность редактирования группы, я перешел в панель редактирования только данной созданной группы, и будут выделяться только те элементы, которые были добавлены в группу. И при подсветке стены я посмотрю. У меня теперь есть смещение сверху. Изначально программа постаралась, во-первых, в зависимость между уровнями сохранить, но и приплюсовала того значения, которое мне не достает до высоты моего уровня. Как мне быть в этом случае? Как мне отсоединить элементы, которые в дальнейшем могут мне мешать? Но тут уже два возможных есть метода. Если вы отсоедините группу по уровню зависимости сверху, каждый раз придется ее редактировать вручную. О чем я сейчас сказал. Я выделю все элементы группы через фильтр. Сверху фильтр. Оставлю стены. Ну и колонны. Сначала только стены. И уберу зависимость сверху на неприсоединенную и оставлю численный показатель высоты. Соглашусь с выполнением данного действия. Нажму функцию готово. У меня отредактировались показатели всей моей группы. Ниже стоящая группа у меня тоже при редактировании. Она будет теперь уже неприсоединенная. О чем я сейчас сказал. При редактировании группы вы редактируете все элементы, которые были выполнены с применением данной группы. То есть на плане первого этажа теперь у меня стены тоже неприсоединенные. Но я их теперь могу менять по высоте. Предполагаю. В данном случае теперь уже добавлю еще раз мою группу. Копировать буфер обмена вставить с выравниванием по выбранным уровням на последующий этаж. У меня стены все равно остались неприсоединенными и они все равно высотой 3 метра. Но так как у нас значение неприсоединенной высота 3 метра. Невозможно сохранить зависимость между группами, если их необходимо добавлять на примере стен на разные по высоте уровня. Нужно будет все равно каждый раз редактировать. И тут уже метод какой. Либо вы отсоединяете элементы группы и редактируете их вручную. Сейчас будем отсоединять и посмотрим, что можно сделать с группой еще. Либо каждый раз нужно будет редактировать так или иначе каждую стенку в отдельности. Немножко добавлю в пояснение моему ролику. Сейчас немножко видео расслоится. Там я уже буду добавлять окна. Не пугайтесь, у меня здесь они отсутствуют. Но ничего страшного. Так вот. Как редактировать каждую стенку в отдельности? И как, предположим, при наличии крыши присоединить стенки моей группы? А то, редактируя группу, у меня редактируются все элементы группы. И, возможно, у вас будет небольшое непонимание, для чего все-таки нужны группы. Преимущества у них есть. Во-первых, как редактировать каждую стенку в отдельности? Предположим, мне нужно отредактировать, чтобы у меня высота стенки одной отличалась от всех остальных элементов группы. При подсветке моей группы я могу редактировать группу. Выделю стенку. Точнее, можно было не выделять. Можно сначала нажать функцию удалить. Удалю стенку из группы. Соглашусь. Стенка у меня теперь уже отсоединена. И я могу ее высоту менять, так как мне будет удобно. вручную. При этом группа у меня вся не разобьется. Все остальные элементы, добавленные в группу, у меня все еще присутствуют. Окно у меня осталось, добавленное в группу. А теперь посмотрим. А если у меня у дома появляется крыша? Там трехэтажный дом с крышей. Двухскатный. Предположим, я перейду на план площадка, вкладка архитектуры, крыша. На плане третьего этажа построю ее. Любая крыша. Сделаю двухскатной, чтобы вы могли видеть. Абсолютно любая. Сейчас это не принципиально. Не будем тратить время. Вы же любите все точно по делу. Разложено по полочкам. Двухскатная крыша. И видовой куб подниму, чтобы крыша у меня не обрезалась. Итак, двухскатная крыша. Отсоединенная стенка запросто присоединится у нас к крыше, не нарушая группу. Но и не пугаемся. С группой это работает все точно так же. Выделяю мою группу. Нажимаю функцию редактировать. Выделяю все элементы группы. У меня же стены, нужно присоединить крышу. Через фильтр оставляю стены. Нажимаю функцию присоединить вверх основания. Присоединяю к крыше. Закрываю редактор группы. Никакой ошибки у меня нет, и группа у меня не разбилась. Программа геометрию достроила автоматически до крыши. А теперь продолжаем смотреть ролик, и не забывайте лайкать видео. Какие преимущества при работе с группами все-таки присутствуют? Отредактируем данную группу. При подсветке моей группы я захожу в панель редактирования. И теперь что я сделаю? У меня на плане второго этажа дверь не нужна. Это не значит, что вы должны подсветить и удалить элемент. Если вы подсветите, и я нажимаю клавишу Delete, удалю элемент, и соглашусь с редакцией группы, эти элементы удалятся во всех группах, которые были задействованы у вас ранее. По сути дела, работа с группами чем-то похожа на редактирование семейства. Меняя элемент в одном семействе без пересохранения его, он меняется везде. То есть, отредактировав одно окно, они поменяются везде. Так же и с группами. Отредактировав одну группу, они поменяются везде. Если вы только ее не пересохраните. Откачусь назад. Как мне нужно было поступить? Если мне на втором этаже дверь не нужна. Я ее могу локально отсоединить. Это касается и гаражных ворот в том числе. Подсвечиваю группу. Нажимаю функцию редактирования. И у меня есть возможность функции удалить элемент из группы. Исключить. Выделяю элемент, который мне необходимо исключить из группы. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Что у меня теперь есть? У меня теперь есть отдельно элемент стена. Причем в нее прорезанная дверь. И отдельно дверь и гаражные ворота, которые я исключил из группы. Но они не нарушают геометрию. Они вырезают проем. Удалю дверь. Стенка у меня будет монолитная. Удалю гаражные ворота. Стенка у меня будет монолитная. При помощи работы с группами можно очень адекватно и быстро строить разноуровневые этажи. Но в чем небольшой минус при работе с группами? И с теми же самыми файлами. Дело в том, что при работе с группами при добавлении нового элемента программа вам даст ошибку о том, что не могут образовываться пересечения между добавленными новыми элементами в группу. Как осуществляется вообще добавление новых элементов в группу и разгруппирование? Рассмотрю два возможных случая. В первом случае я добавлю окно в стенку. Без проблем. Оно у меня добавится. И поставлю такое же самое смещение. 900 миллиметров. Вносительно моего окна. Они на одной и той же высоте располагаются. Новые элементы в группу можно добавлять. Причем можно добавлять с включением в группу либо с добавлением просто как в элемент конструкции. То есть они не разбиваются. Но предполагаю я, что подсвечу группу. Попробую добавить элемент. Функция редактировать группу. Нажимаю функцию добавить. При добавлении нового элемента в группу он у меня добавится везде. На плане первого этажа он тоже подсветился. Рассмотрю еще один случай. Откачусь назад. До момента отмены операции добавления. Я хочу окно поменять в моей группе. Нажимаю редактировать группу. Нажимаю функцию удалить элемент. Предположим удаляю окно из группы. Вот она у меня. Внизу она у меня тоже есть. Располагается ровно в том же самом месте. Они отсоединились из группы. И теперь, если я захочу его вернуть. Редактировать группу. Добавить элемент. Ок. Программа мне выдаст ошибку. Причем ошибка будет связана с тем, что у вас несколько окон располагаются в одном и том же самом месте. Вы добавляете элемент в группу. Они уже были разгруппированы ниже. С сохранением привязки элементов. То есть, формально у меня есть два окна с пересечками. Одно наложилось на другую. И если я нажму функцию удалить экземпляр, программа сама мне почистит элементы, которые были добавлены собственноручно вами. То есть, вспоминаем, у меня окно было удалено из группы. Но это окно было не удалено из проекта. То есть, формально его местоположение осталось в том же самом месте. По всем этажам. Это может быть работа не только с окном. Со стенками, перегородками и прочим. Если в одном и том же самом месте в итоге будут образовываться пересечки одних и тех же элементов, программа выдаст вам ошибку. О том, что нельзя присоединять элементы, находящихся в одних и тех же самых местах. И, по сути дела, по приоритету она удалит собственноручно добавленный элемент. Но не элемент, который присутствует уже в собранной группе. В принципе, работа с группами несет очень продуктивный характер в плане построения высотных каких-либо объектов. Когда есть типовой этаж, вы можете быстро раздублировать по этажам просто готовые группы. На самом деле, я слишком много рассказал о том, что единственные-единственные минусы, но на самом деле это просто как отдельный подход к моделированию. Если вам больше устраивает построение стен просто функции выбрать элементы, копировать буфер, обмен и вставить по уровням, без проблем. Но с группами работать быстрее, когда особенно крупногабаритный какой-то объект существует. В принципе, это основное, что я хотел вам рассказать по группам. Если вам нравятся мои видеоуроки, вы знаете, что нужно делать. И спасибо всем, кто поддерживает канал в рамках спонсорства. Очень приятно. И вас немного, но вы в тельняшках. Спасибо вам. Всем удачи. И скоро увидимся. Пока.